Утром я проснулся от чьей-то нежной руки, агрессивно толкающей меня в бок. Я и не сомневался, кто мог нарушить мой мирный сон. Сэмми, хватит уже, я встаю. Ну-ну, Соня, давай, собирайся, у меня-то прав нет, сама не доеду. Так я тебе только ради этого и нужен. Ты разбила мне сердце. Ой, прошу прощения, я за собой приберу. Где тут у нас веник? Сэмми. Ладно, извини, правда, ты же знаешь, как сильно я тебя люблю. Она быстро чмокнула меня в лоб и поспешила в ванную, чтобы умыться и почистить зубы. А я продолжал лежать на грани сна и реальности. Судя по всему, денек сегодня предстоит не самый легкий. Спустя час всех подготовительных дел, что я провел в полусне, наконец-то удалось присесть на комфортное водительское место. Опять он лентяйничает, а Саманта все делает. Сладко зевнув, я прикрыл глаза и начал погружаться в сон. Ну, ё-моё, ну кем бы он был, если бы не вечным соней. Это Семен. Джаст Семен, он всегда такой. Эй, только попробуй заснуть по дороге, дай ему ж машину везти. Саманта буквально запрыгнула в машину, из-за чего та серьезно затряслась. Когда я ответил на все замечания лишь своей виноватой улыбкой, мы, наконец, тронулись в путь. Ну? Давайте, показывайте нам этот ваш алмазный берег. За рулем я чувствовал себя спокойно. Все-таки уже успел привыкнуть, хоть и получил права не так давно. Что-то мне кажется, это кадр вообще не американских дорог, а наших, родименьких. Я прям не знаю почему. Конечно, дорога заснеженная, наверное, ну должна быть посередине желтая полоса, да? Мне почему-то вайба не ощущается, как будто вот мы в России и все тут. По большей мере пустая дорога радовала глаз и давала ехать спокойно и стабильно, без длительных остановок в пробках или перед светофорами. Мы покидали пригород Нью-Йорка. Саманта сидела рядом и наслаждалась играющей музыкой, временами поглядывая в окно. А где музыка-то, кстати? На фоне вроде нет ничего. Сэм, мне кажется, или та машина уже давно за нами едет? Какая машина? Я глянул в зеркало заднего вида, но не заметил там ничего, кроме пустой дороги. Показалось, наверное. Показалось? А, ну дай бог, чтобы это были просто назойливые репортеры. Они что, похуже? Кстати, а ты не видела мой пейджер? Нет. Только не говори, что ты его потерял. А-а-а, надеюсь, просто оставил в доме. Ладно, не думаю, что мы срочно понадобимся миссис Кэмпбелл или кому-нибудь еще. Главное, что сценарий взять не забыли. Саманта включила расслабляющую песню, а я спокойно вел машину. Мы проводили время в тишине, нарушаемой лишь музыкой. Это что, Every Breath You Take сейчас играет? Она. Ну, понятно. Жалобы на авторские права снова стоит ожидать. Никто нас не беспокоил, не отвлекал. В салоне воцарилась абсолютная гармония и спокойствие. И хоть мы с Самантой ничего и не говорили друг другу, это казалось правильным. Молчать вместе и просто разделять атмосферу на двоих. Пожалуй, так и нужно определять, близок ты с кем-то или нет. Если можешь быть рядом с человеком, просто молчать и чувствовать какое-то безмятежное спокойствие, значит, вдвоем вы на одной волне и приходитесь друг другу чем-то большим, чем просто знакомыми. Так я и рулил, рассуждая про себя, о близости и тишине, пока кое-что не вспомнил. Ах да, Сэм, я забыл тебе рассказать, что делал этой ночью. Опять терминатора пересматривал. Вообще-то, я позвонил в Алмазный берег и снял для нас комнату. То есть ты ей только сейчас об этом говоришь, когда вы уже поехали? Ого, ну как ты дозвонился? Ведь оба номера были недоступны. Угу. Но потом я понял, что один из них мы набирали неправильно. Перепутали одну цифру. Здорово! Приятно знать, что тебя ждут. А про Элизабет ты не спрашивал? Да как-то совсем из головы вылетела, честно говоря. Но ничего, спросим, как приедем. Было бы хорошо пролить свет на эту странную историю. И самого меня, разумеется, одолевало любопытство. Но для начала нужно было хотя бы доехать до пункта назначения. Карта имелась явный плюс в нашей ситуации. Но, увы, не навигатор. Только сейчас я в полной мере осознал, насколько же это удобная штука. Навигатор-то, ну как вам сказать? На собственном опыте могу сказать, что не всегда это удобная штука. Я помню, заехали мы как-то, когда путешествовали на машине летом. Заехали мы в один город, и навигатор просто нас по всему этому городу кружил. И мы никак не могли понять, где же выезд. Уже спрашивали у всех, у кого только можно было. В итоге просто, конечно, выбрались. Но кое-как. Помню, когда я еще работал фрилансером, чтобы хоть как-то заработать на жизнь, мне пришлось вживаться в роли рерайтера. Ой, прямо-таки пришлось вживаться в роль. Я тоже работала рерайтером какое-то время. Это, блин, не так сложно. Семен об этом говорит, как будто это сверх какое-то там задание. Рерайт – это когда ты просто переписываешь чужую статью своими словами, грубо говоря. Вот это рерайт. Копирайтинг сложнее, потому что тебе тут самому уже надо что-то выдумывать и правильно пользоваться какими-то ключевыми словами. Я брал статьи с разных сайтов, переписывал их своими словами и создавал нечто новое и уникальное для сайта заказчика. Ну, хотя, ладно, обесценивать не будем. Может быть, для кого-то это действительно сложно. Взять, переписать так, чтобы программка, которая проверяет на плагиат, потом сильно не ругалась. Эдакого Франкенштейна, слепленного из чужих текстов. Конечно, для того, чтобы переписать статью, сначала нужно было ее внимательно прочитать. Так я забивал свою голову всевозможной информацией на различные темы, от выбора правильного корма для домашнего питомца до регулирования отношений в семье и строительства дома с нуля. Господи, у меня аж прям ностальжи сейчас какое-то. Я тоже... Не сказать, чтобы я сильно большой спектр тем охватывала, но у меня тоже было всякое. Что-то я и про психологию, по-моему, писала, и просто что-то врачебное. И про какие-то магазины, про бренды, точнее, про бренды одежды я писала. И один раз я даже переводила, по-моему, с английского что-то, какую-то рекламку в стиле Beatles. Там что-то про желтые субмарины было, и вот они использовали отрывок из песни Beatles Yellow Submarine. Но чаще всего я, конечно, брала рецензии на фильмы. Мне это было самой проще, ну и вообще интереснее. Я не все фильмы, конечно, смотрела, но некоторые потом добавляла себе в список. И какие-то отдельные смотрела. И знаете, там были очень даже интересные вещи. Так что работа полезная. Была и статья про автомобильные навигаторы, из которой я запомнил, что первые их прообразы появились в 1930-х годах в Италии. Тогда это была просто бумажная карта, которая перематывалась на рулоне пропорционально скорости машины. А более продвинутые системы на основе компьютера появились уже в 80-х годах. То есть их можно было купить и сейчас, но стоили они... Ого-го! До самых современных навигаторов на основе GPS оставалось еще лет пять, когда американские военные, наконец, откроют эту технологию для гражданского населения. А пока я лишь кидал взгляды на лежащую рядом карту и горестно вздыхал. Мы были уже близко, но я сомневался, куда дальше ехать. Из каких-то ориентиров за последние 20 километров нам встретилась только едва заметная табличка А.Берег, указывающая как раз в ту сторону, куда мы и двигались. Уже часа два бушевала метель, и будь она чуть сильнее, мы бы и не разглядели ту неприглядную табличку. Начало какое-то, как у дня сурка. Сейчас тут все заметет снегом. Они там застрянут с Самантой во временной петле, и долгое-долгое время они смогут выбраться. Почему мне сейчас кажется, что так оно и будет? Я еще думаю, сижу, знаете, над чем? Простите за автобус. Песня, которая на фоне играет, Every Breath You Take. Это ж просто гимн всех сталкеров на самом-то деле. Там перевод что-то типа вот каждый вдох, который ты делаешь, то есть как бы ты там не дышала, куда бы ты ни пошла, я буду следовать за тобой. Типа я никогда не оставлю тебя одну. Вот это вот. И это может быть намек на тех подозрительных личностей, кстати, которые за ними едут. Вот так. Мы заблудились, да? А что ты решила? Вроде же табличка была. У меня аж игра подтормозила чуть-чуть. Саманта видела меня насквозь. Наверное, все из-за моего мрачного выражения лица. Может, поедем за той машиной? Сквозь падающий снег я разглядел впереди темно-зеленый потрепанный автомобиль, что как раз собирался поворачивать налево в лесные заросли. Никакого указателя нет. Может, водитель просто не дотерпел до следующей заправки? Ну и решил заехать в лесок, сделать там свои темные дела. Или он едет как раз туда, куда нам нужно. В любом случае, мы можем догнать его и спросить, вдруг он знает? Ну, поворачивай. Быстро обдумав слова Саманты, я решил, что это действительно может быть нужный нам поворот. Ведь, судя по карте, мы были уже почти на месте. Резко свернув, я последовал за машиной. Она уверенно маневрировала по узкой дорожке, словно этот путь был ей хорошо знаком. А я аккуратно ехал следом, надеясь в душе, что мне не придется проделывать весь этот путь обратно. Ой, заблудитесь вы, ребята. Ой, что-то будет. Когда темно-зеленая машина дала по тормозам на небольшой полянке, я тоже затормозил и остановился рядом с ней. Похоже, это был тупик. Я собрался с мыслями, заглушил мотор и вышел навстречу соседу-водителю, грозного вида бородачу в вязаной шапке. Ух ты! Я уж думала, там какой-то страшный бородач-водитель, но он нарисован... Так мило он нарисован, короче. Здравствуйте. Мы тут немного заблудились. Не могли бы вы подсказать нам дорогу? Заблудились, значит? А кто спрашивает? Меня зовут Семен, а это Саманта. Сказал бы уже Сэм. В Америке ж находишься. Добрый день. Понятно. А меня звать... Кенни, что? Это Кенни до того, как начался зомби-апокалипсис. Ну, как бы. Хотя я не помню, какого цвета были у Кенни глаза. Вряд ли синие или голубые. Но похож. Чувак с бородой. И в радиусе 50 километров я знаю только два места. То, откуда приехал, и то, куда приехал. Так что вряд ли я вам помогу. Куда вам нужно-то? Нам нужно в некий алмазный берег. Кхм. Вот как. Он нахмурился и затих на пару секунд, как будто услышал секретный пароль от человека, который не должен был его знать. Я вам так скажу. Место это странное и... Кхм. Загадочное. Для простых обывателей оно может быть опасно. Я б туда не совался на вашем месте. Откуда вы это знаете? Я там, собственно, живу. Это как раз здесь. Он указал на холм неподалеку, покрытый свежевыпавшим снегом. А вы по какому делу? Мы сняли жилье у Мэгги. Хотели отдохнуть здесь пару дней. Вы ее знаете? Да, есть у нас такая. Он почесал затылок, и я заметил, что руки у него крепкие. Да и все телосложение могучее, околоспортивное. Была бы сейчас ночь, он бы выглядел довольно устрашающе. Не хватало только здорового топора на плече. Ах, ладно, следуйте за мной. Ну, слушайте, если он живет в Алмазном береге, то какого черта он сейчас свернул сюда в лес? Указатель туда показывал? Как-то это странно. Он подхватил из машины два огромных пакета, а за спину закинул полностью забитый рюкзак. А, подождите, они же уже подъехали к холму, да. Тогда получается, что все правильно. А то мне показалось, что они как будто бы действительно все сбились с пути. Покряхтел немного, закрыл машину и двинулся к холму. Мы с Самантой взяли свои чемоданы на колесиках из багажника и побежали за ним. С чемоданами побежали по снегу, ага, я представляю. Эй, тяжело. Сколько же вещей уложила сюда Саманта? А что сразу Саманта? Ты что, без вещей поехал? Взял на Саманту, все спихнул. Хотя это в любом случае легче, чем типокет у здоровяка. Ой, красота какая. У нас этой зимой тоже вот такой прям сильно заснеженный лес был. Да и сейчас, в принципе, снег никуда не делся. Пока что, но уже теплее. Мы прошли наверх холма, оставляя позади себя глубокие следы на снегу. И взору нашему открылся довольно приятный вид из потрепанного деревянного дома и тропинки, уходящие куда-то вдаль. Вот и он. Дом, милый дом. Мы стали спускаться вниз с холма, направляясь к дому, и я совсем не обратил внимания на звук мотора третьей машины у себя за спиной. Угу. Кто-то, значит, за вами все-таки следит. Когда мы дошли до деревянного жилища, Кенни аккуратно поставил пакеты у двери и обернулся к нам. Это мой дом, и тут наши пути расходятся. Если вам к Мэгги, то это прямо по тропе. Второй дом справа, что с красной крышей. А я пойду вернусь за оставшимися сумками. Кстати, его дом не выглядит каким-то уж сильно потрепанным. Типичный американский домик. Очень даже ничего. Спасибо большое. Может, вам нужна помощь с вещами? Не стоит. За второй заход я сам донесу все оставшееся. А вы, наверное, закупаете продукты для всего поселка, да? Вряд ли у вас есть магазин, если жителей немного. Поселок наш небольшой, это правда, но магазин какой-никакой имеется. Выбор там не очень богатый, так что, да, иногда я выбираюсь на большую землю за всем необходимым для местных. Да и люблю на своей машине прокатиться лишний раз. Разглядел ты ее, красавица, а пацан? Додж Чарджер. Американская мечта. И это тебе не просто машина, а самый настоящий гоночный чемпион. Вот так вот. Дэвид Пирсон на Скаре всех порвал на ней в... Кажется, в 66-м году. Я хотела ему напомнить, что на дворе уже 91-й, но решила этого не делать. Ну и че, в 91-м как будто своих гонщиков мало. Впрочем, снега сейчас наметет много. Вся дорога через лес будет заблокирована. Не пройти, не проехать. Так что смотрите, не уедете сейчас, потом с этим могут возникнуть проблемы. Чувство, что он пытается отправить нас домой, все никак меня не покидало. Разве жители Алмазного берега не должны быть милыми и гостеприимными? Или со времен визита Элизабет все изменилось? А... Спасибо, что предупредили. Мы тогда пойдем, ладно? До встречи. Мы попрощались с мужчиной и двинулись к дому Мэгги. Сэм? Чего? Чуешь приключения? По-моему, мы попали в самое их логово, в самый эпицентр. Встретили только одного жителя, но какой же он странный. Странный – самый нейтральный отзыв, какой можно было бы придумать. Меня он немного пугает. Еще эти его предупреждения про то, что мы приехали в опасное место. Да ладно, не волнуйся. Он так, наверное, шутит. Знаешь, так обычно говорят в начале фильмов ужасов. Причем говорят персонажи, которые обязательно погибнут первыми. Оптимистично. Ну, зануды тоже до конца не доживают. Вот черт, да мы обречены. Я засмеялся и заразил Саманту своим смехом. Это немного помогло снять напряжение после не самого приятного с виду бородача. Через несколько минут мы вышли к дому. Вы тоже видите кепку Клементины на снеговике? Что она тут делает? Это что за кроссовер? Судя по описанию от Кенни, ну да. Я тут просто прерывалась на некоторое время. И действительно, да, я помню, что у нас здесь был Кенни. Я уже тогда пошутила на тему ходячих. Ну, здесь кепка от Клементины. А вот Мэгги, насколько я помню, в хозяйствах-мертвецах, вроде бы не было. Если вдруг я ошибаюсь или я забыла, напишите, пожалуйста. Судя по описанию от Кенни, это был нужный нам дом Мэгги. Мы дошли до входной двери и позвонили. Пришлось немного подождать, но вскоре дверь распахнулась. Перед нами появилась женщина. А дом у нее действительно, кстати, большой и довольно вместительный. Этакая мини-гостиница. Добро пожаловать. Здравствуйте. Семен и Саманта, я так полагаю? Сэм и Сэм? Да, мы всегда так друг друга называем. А вы? А вы Мэгги? Да, я одинокая домохозяйка, но не теряю надежды встретить свое счастье. По-моему, о твоем счастье мы тебя не спрашивали, как бы. Она глянула на меня таким заинтересованным взглядом, что по телу пробежали мурашки. Эээ, не ровен час еще Семена уведет. Приятно познакомиться. Мы можем зайти? Конечно, конечно. Проходите сразу на второй этаж, оставите там свои сумки. А после приглашаю вас за стол на чай с брусничным пирогом. Главное, чтобы там была действительно брусника, а не что-нибудь пахлеще, знаете. В доме приятно пахло. Сразу вспомнился визит к электронику, когда нас тоже позвали за стол прямо с порога. Но этот дом, в отличие от временного жилища нашего старого приятеля, был порядочно обставлен и прямо излучал уют загородного домика. Никаких сомнений, что Мэгги жила здесь давно. Возможно, не одно десятилетие. Наша комната оказалась и просторной, и крайне приятной глазу. Светлые тона, минимализм и сверкающая чистота – это место явно готовили к нашему приезду. Ну и, конечно же, куда без картины с маяком. Очень люблю такие картины. Уже начинала вечереть, и последние солнечные лучи уходящего дня падали в наше окно, освещая так манящие меня сейчас подушки. Не выдержав, я сбросил свой чемодан на ковер и прилег на краю кровати. «Ах, толкните меня, если начну храпеть!» И закрыл глаза. «Ну неисправимая, а? Ну Соня неисправимая!» «Сэм, там чай остывает! Не потерпишь еще хотя бы полчасика?» «Мы рассмотрим ваше пред... Ложение!» Ну, короче, понятно. Я думаю, что я храпеть на камеру не буду. Это было бы уже слишком. «Ладно, хватит уже дурачиться!» Она впрыснула, и я тут же почувствовала, как молодею на пару лет и превращаюсь из серьезного Семена Персунова в не самого ответственного пионера, но все еще Семена Персунова. «Кажется, я знаю, кто из вас вел машину, ребята!» Мэгги тоже улыбнулась и перевела взгляд с меня на окно, ярко освещенное солнцем. Ну, конечно, если он вел машину, то это аргумент. «А снегопад, похоже, прекратился. Я-то думала, будет идти до самой ночи. Так что, идем за стол. Если сильно устали, оставим экскурсию и все остальное на завтра». «Нет, мисс Мэгги, все в порядке. Мы уже идем». «Да, Сэм?» «Да», – сонно ответил я и нехотя поднялся. «Где тут у вас ванная?» «Личико сполоснуть. Освежиться. Скажу сразу, пирог оказался вкусным. А чай с шиповником на удивление хорошо к нему подходил. О, боже, чай с шиповником. Любовь моего детства просто. Какая уютная кухня. У меня такое ощущение, что вот, блин, все эти интерьеры как будто в Симсе встроили. Ну, правда, я еще когда дом этой Мэгги увидела, подумала, а вдруг... Хотя неудивительно, чего я так удивляюсь. Типичные американские дома, типичная обстановка внутри американских этих домиков. Типичная обстановка. Все как полагается. За неторопливым разговором мы узнали о том, что кроме спальни на втором этаже находилась комната отдыха с бильярдом. Вау. Отдельная ванная и еще одна спальня. Весь этаж, кроме этой второй спальни, переходил в нашу собственность на ближайшие шесть дней. Мэгги рассказала еще немного про себя, про старые добрые деньки, когда туристов было больше, и стала болтать с Самантой о чем-то своем, женском. А я тем временем загляделся на плавающие в моей кружке цветки шиповника. Прошу прощения! Это не Алиса, случайно? Нет, конечно, откуда бы Алисе здесь быть? Просто имя, не имя, а девушка. Слово «девушка» было выделено оранжевым. У меня так сразу ассоциации. Неожиданно перед моим носом пронеслась чья-то рука и проворно подхватила с тарелки кусок пирога. А, ну тогда это скорее Ульянка, а не Алиса. Именно Ульянка у нас таким любила промышлять. Удивленный я обернулся. Туристы, да? Ну, можно и так сказать. Хм, ну ладно. Ах, совсем забыла вам про нее рассказать. Это Кейт, моя племянница. Ну же, поздоровайся. В дело вмешалась Мэгги и представила эту девушку. Понятно, значит, это уже не наши знакомые. Саманта в афиге. Она явно не ожидала тут кого-то еще увидеть. Я взглянул на нее еще раз. Наша с Самантой ровесница. Может, чуть младше или чуть старше. Но вот глаза ее светились озорством и подростковой энергией. Как у пионерки с бунтарским духом. Вечер добрый, господа туристы. Зовите, если вам понадобится экскурсия по нашему городку. Или поселку. Или деревушке. В общем, называйте, как вам будет привычнее. А я побежала. У меня большие планы на выпавший снег. Не дождавшись какого-либо ответа с нашей стороны, она выбежала на улицу. Она хорошая девушка, но с характером. Только и прокомментировала Мэгги. Ах да. Еще я забыла сказать, что она занимает ту спальню на верхнем этаже. Надеюсь, не сильно вам помешает. Обычно она проводит время на улице. Так что, думаю, все будет в порядке. А моя комната на первом этаже. Вместе с ванной, кухней и гостиной. Кстати, еда включена в стоимость жилья. Так что не опаздывайте за стол. Завтракаем мы в 8 утра. Обедаем в час. Ужинаем в 6. Ух, у меня эти ранние завтраки. Почему нельзя попозже сделать? И так дешево платим, так еще и бесплатное питание. Может, Мэгги узнала Саманту и рассчитывает на какую-то рекламу с ее стороны? Да нет. Наверное, я слишком все усложняю. Мэгги, а вы хорошо помните людей, которые приезжали сюда раньше? В конце концов, Саманта дождалась удобного случая и начала расспрашивать Мэгги. Да, помню почти каждого. Раньше у нас была трехэтажная гостиница, которой заведовала я, и она никогда не пустовала. Туристов было довольно много для нашего скромного уголка, но в основном все постоянные, приезжали из года в год. Вот я их и помню до сих пор. А я-то уж подумала, каким это образом она прям всех своих постояльцев могла запомнить. Эх, интересные были времена. Сейчас уже никто не приезжает, а гостиницу закрыли. Может быть, вы помните девушку по имени Элизабет? Элизабет? Ваша знакомая? Хм... Да, была у нас одна Элизабет. Мы с Самантой тут же переглянулись. Помню, она вечно оставляла свою погремушку на кухонном столе. Такая растеряша была. Погремушку? Да, мы как раз праздновали ее третий день рождения. Ну, конечно, в таком случае вряд ли это та самая Элизабет, которая потом писала письмо. Или четвертый. Простите, не помню уже. А, понятно. Наверное, это не та Элизабет. Не помните? Других не было? Думаю, нет. По крайней мере, сейчас не припоминаю. И это странно, потому что имя Элизабет в Америке очень даже распространено. Ваша Элизабет была старше? Да, это женщина, которая написала про это место. Мы нашли ее письмо и сами захотели сюда приехать. Ну, всех на свете не упомнишь. Прошу прощения. А только что утверждала, что помнишь, всех постояльцев. Ммм? Мне показалось, что Саманта немного погрустнела. Впрочем, она имела на это полное право. Ведь мы опять оказались в тупике. Оставалось лишь расспросить других местных про Элизабет. Но только не сегодня. Меня уже давно клонило в сон после длительной поездки. Скажите, а как все-таки правильнее называть Алмазный берег? Городок, деревня или как-то еще? У нас многие называют его городком. Хотя обычно просто говорят Алмазный берег и все. Кстати, а откуда пошло такое название? Ну, это лучше показать, чем рассказать. Думаю, Кейт с радостью объяснит вам название нашего городка. Хорошо, спасибо. Может, у вас есть еще какие-то вопросы? Ах, да. Мы же хотели спросить о достопримечательностях в вашем городке. Но, наверное, об этом нам расскажет Кейт, да? И расскажет, и проведет к ним. Мы, конечно, небольшой туристический город, но и у нас есть богатая история. Спасибо вам за теплый прием. Еще только вечер, но мы уже будем готовиться ко сну. Да, Сэм? Да, пойдем отдыхать. Спасибо за угощение, было очень вкусно. Что вы, что вы. Любая уважающая себя домохозяйка сможет испечь такой пирог. А Самат покраснела от удовольствия. Она засмущалась, и я понял, что кулинария – ее тайная страсть. Как бы, а вот почему она тайная? Это ж не что-то плохое, то, за что стоит прям краснеть и переживать. Только человек, обожающий готовку, покраснел бы так, как она. Впрочем, готовка или что-то другое – всегда приятно, когда твой усердный труд получает искреннюю похвалу. Мэгги сказала, что сама приберется после нашего чаепития, и мы с Самантой пошли к себе наверх. По пути Саманта заглянула в ту комнату отдыха, о которой нам рассказывали. Бильярд по центру, диван с журнальным столиком у стены и всевозможные украшения в виде картин, сувениров и прочего, что придавали комнате особый уют. – Обязательно сыграем! – в ее голосе звучал вызов, и я был не против его принять. Когда угодно, только не сейчас, в мыслях была одна лишь кровать. Спустя пару метров образ кровати стал вполне реальным, и я рухнул прямо на нее. – Хорошо, что нам уже растерили. Как-то с детства не люблю застилать кровать. – Понимаю, я тоже не люблю. – Да и кто вообще любит? – Ну, согласна, занятие это довольно муторное. Если прям вот полностью и простынку, и пододеяльник, и наволочки. Но зато как приятно потом, когда ты все это дело поменял, ложиться и чувствовать, что ты лежишь на чистом белье. Прям вот, если оно еще и выстирано, и пахнет как-то приятно. Вот это мне нравится. – Ладно, сейчас найду в себе силы и пойду приму душ на ночь. Минутку, только отдохну. Ну, конечно, конечно, сейчас будешь дрыхнуть, как сурок, до самого утра. – Совсем чуть-чуть. Я аж сама вот на это все смотрю, читаю и начинаю зевать. Миссия провалена. – Сэм? Сэм, ты уже сопеть начал? Будешь мыться? – А? Я правда заснул? Все-все, уже иду. А ты после меня? – Так я уже сходила. Помнишь, ты еще сказал, что постель застилать не любишь? – Похоже, как раз на этом моменте я и вырубился. Ладно, сейчас. Странный феномен, когда идешь в душ, так лениво мыться перед сном. Но потом, оказавшись под струями воды, чувствуешь себя водным обитателем и уже не хочется выходить. Че, спи прямо там. Ай, горячо! Только температура воды может заставить тебя передумать. Особенно, если она скачет от ледяной до кипятка и обратно. О, вообще привычное дело. Закончив с душем, я вернулся в спальню, где меня уже заждалась Саманта. Ой, как мило. Она читает «Человека-футлярия»? Ммм, блин, а вот я забыла, кто его написал. Подождите, не Чехов? В розовой майке и коротких шортиках она лежала на кровати, прислонившись к голове, и читала книгу. Вода на ее теле еще не высохла. Ребят, это музыка из Вальгалы. Я еще, когда в Вальгале ее услышала в первый раз, я подумала, боже, как она идеально должна подходить... Где настройки? Как она идеально должна подходить для бесконечного лета, потому что очень-очень по своему вайбу похожа. Ну, не тормози, пожалуйста. Вот, я сделала немножко погромче для полной атмосферности. Боже, как я обожаю эту тему. Она называется «Everything will be ok». Вода на ее теле еще не высохла, и я видел редкие капли, блестящие на свету, особенно на шее и лице Саманты. Наверное, этим частям тела она уделила меньше всего внимания, когда вытиралась полотенцем. И что, вот сейчас ей типа комфортно лежать мокрой? Грудь ее спокойно вздымалась, и Сэмми продолжала расслабленно и сосредоточенно читать, даже не замечая меня. Она выглядела такой милой и невинной, как принцесса из сказки, что я не спешил нарушать эту идиллию, и только зачарованно любовался ею, пока она меня не заметила. А, Сэм, чего там стоишь? Да что-то на тебя засмотрелся. Ты меня смущаешь. Кхм, давай уже спать, мы оба устали за ним. Или дать тебе время, чтобы ты дочитала главу. А я как раз закончила. Можешь выключать свет. Я уже занес руку над выключателем, но неожиданно для себя заметил русские буквы на обложке книги. Ага, значит, все-таки... Подожди, а что это у тебя? Рассказы Чехова? Ес, ес, я была права, даже не пришлось перепроверять за кадром. Угу, Антона Павловича. Читал? В школьной программе было. На самом деле, один из немногих авторов, кто мне действительно нравился. И как автор, и как личность. Знаешь, какой у него был псевдоним? Я, кстати, очень часто слышу такое мнение, что все любят Чехова, просто повально все его обожают. Но как человек он действительно был таким... Как бы это сказать, неординарным, судя по его каким-то дневниковым выдержкам. Как эта цитата, например, известная. Какой сегодня день замечательный, то ли чаю попить, то ли повеситься, то ли что-то еще. Но его рассказы, я не могу сказать, что я прям сильно по ним тащусь. Но мне кажется, что я просто со школы мало их запомнила. И, возможно, мне надо просто перечитать, чтобы тоже какое-то свое мнение составить. Но, в общем, у меня самой и к этому человеку, к этому писателю отношение неплохое ни в коем случае. Какой же? Брат моего брата. Брат брата? Так это же просто я. А, понятно. Забавно придумал. Я помню только псевдоним Антоша Чеханте у него. Но еще какие-то были, да. Да, интересный был человек. Но почему ты вообще читаешь русские рассказы? Все не оставляешь попыток выучить язык? А как же? Ну, я еще далека до совершенства. Если хочешь, я тебя как-нибудь поучу. Хотя моя учительница русского точно была бы против. А мы ей не расскажем. Ладно, убедила ты меня. Но сейчас спать. А чем-то поинтереснее вы заняться не хотите? Я бы это, может быть, вырезала при необходимости, если бы все зашло слишком далеко. Но, видимо, ребята настолько устали, что им ни до каких других дел. Увы. Я щелкнул выключателем, и комната погрузилась во мрак. Но это был мрак приятный, расслабляющий. К тому же в нем меня дожидалась Саманта. Недолго думая, я нырнул к ней под одеяло. В темноте ночи она нашлась быстро и совсем рядом. Неотрывно смотрела на меня и пока не спешила закрывать глаза. А я смотрел на нее в ответ. Что, таки решили заняться кое-чем другим? Или просто поговорят? Хорошо, что мы все-таки сюда приехали. Даже если это место не окажется таким интересным, все равно это было наше решение, а не чье-либо еще. Хотя я уверена, что Алмазный берег даже интереснее, чем мы думаем. Да, есть какое-то свое очарование в маленьких городках и у их жителях. И нет этой спешки, как в городских джунглях вроде Нью-Йорка, когда все вокруг куда-то спешат, перекусывая на ходу, и даже собственные мысли перекрываются шумом городского трафика. Угу, как будто мы уехали в романтическую поездку в совершенно другой мир. А правда, когда это мы в последний раз куда-то так выбирались? Только вдвоем, чтобы нам никто не мешал. Она прижалась ко мне сильнее и уперлась головой в мою грудь. Я чувствовал нежный аромат шампуня с ежевикой и ее спокойный, умеренный стук сердца. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Знаешь что? Что? Я тебя люблю. Стук сердца в груди, что прижималось к моей, стал чаще, и Саманта подняла голову, глядя мне в глаза. Ее милое родное лицо застыло в нескольких сантиметрах от моего, а синие волосы приобрели еще более интересный оттенок в свете луны, что как будто пыталась заглянуть в окно нашей спальни. Саманта, которая сейчас представлялась мне лунной принцессой, неотрывно смотрела в мои глаза, и я чувствовал себя Нилом Армстронгом, как бы глупо это ни звучало. Я тоже очень тебя люблю. Спасибо за этот день. Ее мягкие губы коснулись моих, и я ответила им взаимностью. Поцелуй казался таким волшебным и приятным, что я уже не был уверен в том, что это не сон. Когда я пришел в себя, лицо Саманты было все так же близко, а полуоткрытые глаза выдавали ее усталость. Мои глаза тоже слепались, и я совсем не сопротивлялся окутывающему меня сну. Это был замечательный день. Только и успел подумать я, пока сон не накрыл меня полностью. Как? А-а-а! Это была демо-версия! История Саманты еще так далека... История Саманты еще далека от завершения. Следите за обновлениями. У-у-у-у, почему я думала, что этот мод уже готов? Ну, как всегда. Как всегда, не проверила полноценно. Елки-моталки. Обидно. Очень обидно. Я думала, что смогу дочитать его полностью. Вообще, мне казалось изначально, что этот мод не будет сильно большим, но судя по тому, что авторы еще над ним работают, значит... Значит, он планируется довольно длинным. Я даже не знаю, насколько еще серии он бы у нас растянулся. Жалко, ребята, очень жалко, конечно. Но, тем не менее, я, в общем-то, рада, что мы почитали демо-версию. Во всяком случае, она мне понравилась. То есть, видно, действительно, какой-то, как бы это сказать, задел на будущее. Видно, что авторы старались. Не только текст написали, но еще добавили новые спрайты, новые фоны и все в таком духе. И вообще, сама история, конечно, интригующая с этой таинственной Элизабет. Найдут они ее или не найдут? И, блин, там на снеговике была кепка Клементины. Если здесь у нас будет кроссовер с ходячими... Я, честно говоря, правда... Я с трудом себе представляю, как это может быть, но... Но хочется надеяться, что авторы мода сделают достойную вещь. В общем, в таком случае просто придется, видимо, пожелать авторам удачи и подождать, пока эта история не будет готова целиком. Ну, что ж, напишите свои комментарии, как вам вот эта вот демка, которую мы увидели. Я надеюсь, вам она тоже понравилась. Ну и что ж, мы тогда увидимся в каких-нибудь других летсплеях. Всем большое спасибо, что посмотрели. Всем пока!